Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Завтра в Беларуси начнет действовать закон, который запрещает эмигрировавшим белорусам менять за границей паспорт, получать новый, а также продавать квартиру и машины. Я уверен, что что-то подобное ждет и дорогих россиян. И предлагаю по этому поводу поговорить в мнении дилетанта. Субтитры сделал DimaTorzok начинает он действовать. Завтра, в общем, было все очень быстро сделано. В чем идея? Во-первых, раньше белорусы, эмигрировавшие из Беларуси, но остающиеся гражданами Беларуси, могли получить новый паспорт либо обменять старый в посольствах или консульствах Беларуси. Это делалось легко, они получали паспорта серии ПП или РР, неважно. Главное, что это делалось. Например, мои племянники, они родились не в Беларуси, но их родители решили, что они будут гражданами Беларуси и делают им паспорта. И у вас заканчивается, например, паспорт. Зачем вам ехать в Беларусь, правильно? Вы обращаетесь в свое консульство и в посольство. Там такая процедура. Вы сначала собираете тут документы, отдаете в посольство, и вам делают паспорт, потом присылают. В общем-то, все было удобно. Теперь, для того, чтобы это все сделать, получить новый паспорт или обменять старый, вы должны приехать в Беларусь и лично этим заниматься. Причем в указе, например, написано по месту регистрации. Интересно, а если у меня нет места регистрации в Беларуси, куда мне вообще идти? Ну вот, например, все продано. Потом вопрос вот по детям, например. Вот уехали белорусы, у них родились дети, то есть им надо приезжать в Беларусь, чтобы их гражданами делать. Другой вопрос. А зачем вообще тогда посольство и консульство нужны в принципе? Что они делают тогда в разных странах? Это остаются только какие-то дипломатические контакты, потому что права белорусов они не защищают, ничего для белорусов не делают в принципе, абсолютно бессмысленная трата денег становится. Кроме этого, в этом указе тут еще добавлены всякие документы, которые тоже можно выдать теперь только при личном присутствии. Если раньше вы могли сделать генеральную доверенность на родственников, то теперь, во-первых, с 7 числа, с 7 сентября прекращают действовать все доверенности, которые были сделаны не в Беларуси. То есть вот мы когда-то делали доверенность, давным-давно когда-то делали доверенность, она, по-моему, на 3 года или на 5 лет, я точно не помню. Все, пофигу, она теперь не работает. Жена, по-моему, на свою маму делала. Ну, неважно. И чтобы нам сделать доверенность теперь на родителей, тоже надо приезжать в Беларусь, сделать генеральную доверенность. То же самое касается продажи квартиры или продажи машин. Не все документы, а определенные документы, там, по-моему, выписка с домовой книги, то ли выписка с ЗАГСа для того, чтобы продать квартиру, вы можете ее получить только лично. Вам надо идти в ЗАГС, где у вас квартира зарегистрирована или где у вас машина зарегистрирована, получать эти документы и лично продавать. Почему это сделано? Ну, во-первых, это показатель того, что из Беларуси реально уехало много людей. Правительство и главы страны напряглись по поводу того, что они начинают продавать свое имущество либо вывозить к себе и выводить деньги. Во-вторых, надо показывать дальше репрессии. Надо, чтобы эти люди вернулись и тут их показательно за что-нибудь либо посадить, либо штраф выписать. Это те, которые участвовали в митингах 2020 года, что-нибудь там писали в интернете и так далее. Я это, повторюсь, я это рассказываю для того, чтобы сейчас дорогие россияне начинали думать, как им поступить, потому что я уверен, процентов на 99 вот такую же фигню ведут и у вас. Потому что Беларусь хотя бы еще войну не ведет, а вам надо вернуть обратно мужиков, россиянам вернуть обратно мужиков, которые уехали, и их призвать еще и на войну. Мало того, что с них штрафы там какие-нибудь стрясти, тут больше желание на войну людей отправить. Понимаете, да? Вы уезжаете и начинаете продавать имущество. То же самое, например, касается, вот мы уже обсуждали у меня в чате в Дискорде, а что если сделать дарственную, например, подарить родителям квартиру, и пускай они продают ее. Чтобы сделать дарственную, вам нужна доверенность, которая прекратила работать с 7-го числа. Понимаете? То есть, грубо говоря, любые документы, которые вы можете попытаться сделать за границей, чтобы продать свою квартиру машину, теперь в Беларуси просто не работают. То есть, Беларусь просто вышла из международного права, можно сказать. Что делать, в общем-то, иммигрантам, которые под эту фигню могут попасть, что у вас там паспорт заканчивается? Во-первых, посмотрите, какие законы в вашей стране вообще по поводу паспорта. Вот мы, например, приехав в США, нам паспорт, по-моему, вообще никогда, кроме как на границе мы его показали, и все, и он нам, его больше никогда тут не спрашивали. Удостоверение личности – это водительские права, причем даже вот вначале вообще белорусские права работали. Тут к правам отличная отношение. Вообще, любой документ, где написана ваша фамилия и фотография, в США нормально прокатывает за удостоверение личности. А белорусские, например, водительские права, они международного образца, мы их показывали, пока не получили здесь местные права. Паспорт в США и практически во всех странах, он нужен для международного перемещения. То есть, если вам из страны куда-то надо выехать. То есть, если вы, например, находитесь в Польше, предположим, и вам надо... Ну, по Европе, конечно, если у вас есть жительство в Польше, вы можете спокойно перемещаться в шенгенской зоне. Но, по-хорошему, если у вас спросят все-таки документы во Франции, и у вас не будет паспорта, я не уверен, что, показав вид на жительство в Польше, это может посчитаться как за легальное... за возможность легального нахождения во Франции. Просто имейте в виду. Но в Польше, например, точно есть travel document, как и в США. То есть, вообще, американцы получают паспорта только если им надо куда-то выехать. Вот нету такого... У каждого американца есть паспорт. Нифига подобного. У американцев есть паспорт только если они выезжают за границу. Только для этого. Не знаю, как в других странах западных, я вам говорю про Америку. Но у них есть вот для людей, которые по какой-то причине находятся в США легально, но не могут пользоваться своим документом, своим паспортом, у них тоже есть travel document. Но в США он работает только год, поэтому этим заниматься лучше дождаться уже гражданства и получить реальный паспорт. Я знаю, что в Литве есть там какой-то документ беженца, которым вы можете воспользоваться, чтобы податься на него, чтобы перемещаться. Есть международный паспорт Нансена. Точнее, прошу прощения, он был до 1938 года, как раз выдавался людям без гражданства на тот момент. Вы должны выяснить в вашей стране, какие есть возможности. Дорогим россиянам, которые находятся за границей и боятся возвращать в Россию, надо срочно как-то решать вопрос с убежищем. То есть подаваться на убежище, получать вид на жительство. Но вид на жительство не означает, что у вас паспорт вам не нужен, понимаете? Либо обновить ваш паспорт уже сейчас, например. Но по-хорошему лучше всего убежище. То есть вы показываете, что вам страшно возвращаться в страну, вас заставляют, потому что вы не можете обновить ваш паспорт. Вообще, конечно, по поводу белорусов этим должны как раз правительство Тихановской заниматься. Это же конкретно нарушение любых прав человека международных. Какого хрена тебе надо в Беларусь приезжать, чтобы обновить паспорт? Я уже молчу о продаже квартиры и машины. Ну, конечно, это все проводится под видом того, что могут обмануть, да. Обязательно за вас кто-нибудь вашу квартиру продаст. Это просто удивительно. Как это... Не убилось там? Нарушение международного права, нарушение ваших прав. Вопрос вообще, зачем, повторюсь, нужны посольства тогда Беларуси, если они практически никакие услуги больше гражданам Беларуси за границей не оказывают. Этим всем должна заниматься вот выбранный президент Светлана Тихановская. Вот тебе, пожалуйста, конкретный кейс, где людей за границей как-то ущемляют. Тех, кто сейчас находится за границей и думают, что бы такого сделать, ну, это вот вам показатель, что уже ничего в стране в принципе в ближайшее время не изменится. Вам надо свою жизнь налаживать там, куда вы приехали. Мне было проще, я уезжал до всех этих митингов, войн и прочего с твердой уверенностью, что в стране ничего не изменится. В 17-м году это было. И я как бы вот уезжал, все продавал, никакой надежды на белорусский паспорт у меня не было, что я уже никуда не вернусь. В общем-то. А сейчас я понимаю расстройство тех людей, которые думали, что они уезжают там на год-полтора, а сейчас их вот эта рука белорусских садистов опять достает и пытается запихнуть обратно в страну, чтобы вы приехали. Я вас только очень прошу, не надейтесь, что вас пронесет, если вы сейчас приедете в Беларусь поменять паспорт. Не пронесет. Не пронесет. Вас арестуют. Не знаю, на сколько это суток в зависимости от того, что вы делали. Если махали флагом, там на 15 штраф еще какой-нибудь выпишут. И скорее всего, вам никакой паспорт не обновят, чтобы вы никуда не уехали. Вас больше уже не выпустят никуда. Идея в том, чтобы из людей сделать рабов, которые ничего не могут, не могут свободно перемещаться, не могут быть свободными. есть вот публикации в эмигрантских группах. Не опасно ли сейчас возвращаться в Беларусь для смены паспорта? Ну, наверное, если бы вообще ничего не делали, да, никак свою оппозиционность не показывали, а всяческую только... Ну, короче, ничего не показывали, например, возможно и можно, но я бы не рисковал, честно вам скажу. Потому что фиг знает, сейчас вокруг Беларуси строят стены все их соседи, да. Кстати, вот интересно послушать истории беларусов, которые в Украине, потому что они же... То есть, если все остальные могли обновлять паспорта вот буквально до вчерашнего дня, то украинцы, в общем-то, сначала войны... Беларусы, живущие в Украине, в Украине, сначала войны не могут этого делать, потому что посол собрал вещички белорусские и свалил с Украины. Я так понимаю, что ни посольства, ни консульство Беларуси в Украине с 23 февраля 20-го года не работало. Поэтому есть несколько кейсов о том, что беларусов украинцы депортировали. Представьте себе, да, ты убежал от Лукашенко в Украину, где идет война, помогаешь там всячески что-то делаешь, тебя берут и депортируют с Украины в Беларусь. Оттуда, откуда летят ракеты в Украину. Причем не потому, что ты там какой-то шпион, да, а просто потому, что у тебя документы просрочились. Вот интересно было бы беларусов в Украине по этому поводу прочитать. Но, в принципе, это очередное закручивание гаек. Еще раз повторю, проверьте, что страна вашего пребывания позволяет вам сделать, если у вас просрочен паспорт ваш, вот ваш оригинальный. Вот, например, в США, опять же, я уже посмотрел, гражданство дают даже с просроченным оригинальным паспортом, потому что им паспорт нужен только для того, чтобы посмотреть вашу дату въезда в США. Потому что, когда вы тут легально находитесь у вас легальные документы, то американским властям важен не ваш белорусский паспорт, а ваши американские документы, которые у вас легальны. А потом они только проверяют, что вы, там есть определенные ограничения, типа, какое-то время вы должны в США жить, то ли там полгода в течение года, как минимум, что-то я уже не помню точно. Только для этого, чтобы посмотреть визы и отметки таможенной службы. Потому что вы можете въезжать из Штатов, пока вы не получили гражданство, только по своему прошлому паспорту. Или можете travel документ американский сделать, который вы будете показывать потом. Вот выясняйте, белорусы, пожалуйста, не расстраивайтесь, у вас есть возможности и без белорусского паспорта жить, не паспорт делает вас белорусом. Катя, пойду его, найду свой. нашел свой паспорт громадянина республики Беларусь. Этот синенький, вот реально не доставал, как приехали сюда до тех пор. Так что не он вас делает белорусом, не он вас делает человеком. Дорогие россияне, уже начинайте искать возможности тоже. То есть, имейте в виду, что это скорее всего и на вас распространится, потому что Беларусь последние лет 15 является таким тестовым полигоном, на котором отрабатывают какие-то законы, а потом вводят их и в Россию, тем более, что вот такие ограничения как раз больше для России подходят, так как нужны мужики обратно в страну. И здесь в Беларуси тоже очень много уехало, надо их всех возвращать обратно. Все, не расстраивайтесь, живи Беларусь, все будет доброе. Ну, то есть, они просто от нас избавляются, открещиваются, ну, что ж, их дело, я, знаете, специально, чтобы вернуть оппозиционеров, делают неудобно вообще всем людям, которые находятся за границей. Вот просто представьте, Беларусь, например, уехал лет 15 назад, да, и работает где-то за рубежом. Ну, то есть, он поедет теперь обновлять паспорт в Беларусь, да нет, он просто будет жить без этого паспорта, и все. А дети, которые у него рождаются, не будут гражданами Беларуси, он просто им не будет этого делать, будут гражданами той страны, где они родились. Что, быть гражданином Беларуси, это какие-то бонусы? Что паспорт Беларуси паспортов в мире? Ладно. Какие-то люди определяют по паспорту Беларуста или нет, да пошли они в жопу все. Все, не расстраивайтесь. Какая-то техника. Беларуси 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 Продолжение следует...